Музыка Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас очередная распаковочка. Моя долгожданная распаковочка, которая шла ко мне довольно долго. И поверьте, там есть что посмотреть. Сегодня ко мне пришла невероятно огромная посылка. Аж вот такая. Действительно тяжелая, которая состоит из трех ящиков. Я сегодня буду распаковывать только один, потому что два остальных это вещи моей дочки. Она тоже делает распаковки. Если вам интересно, я могу оставить ссылочку в описании. По-моему, в тех ящиках находятся обувь и еще обувь. По-моему, еще обувь. Ну, в общем, по-моему, там одна обувь, но она довольно интересная. И поэтому, в принципе, если вам интересно, можете посмотреть. В моем ящике, поверьте, не меньше всего интересного. Там очень много вещей. Ну, короче, давайте, наверное, начинать. Итак, первая покупка. Это вот такая вот детская курточка. От Зара Кетц. И, в принципе, она мне очень-очень понравилась. Она просто офигенная. Мягенький капюшончик, который вот здесь вот там фиксируется всякими заклепочками. Вот здесь вот потайной карманчик. Вот здесь вот карманчик тоже на пуговичках очень красиво сделан. Значит, змейка работает. Все шикарно, все работает. Нигде не порвата, нигде ничего. То есть, дефектов никаких нет. И вы не поверите, сколько она стоит. Ее цена 59 гривен. Почему она стоит так дешево? Потому что на сайте нам было указано, что подходит на детей 5-6 лет. Нам год и месяц. И нам она подошла просто идеально. То есть, она маломерит. Не просто маломерит, а очень-не очень маломерит. Ну, я считала, она просто шикарная. На весну, осень, это не зима. Она довольно теплая, да, она плотненькая. Но, скорее всего, не зима. То есть, это даже, может быть, холодная, прохладная погода. Все-таки осень-весна. В принципе, этой покупкой я очень довольна. Итак, следующий товар от нашей коробки. Это вот такие вот ботиночки от компании BeFree. В принципе, я сначала брала их на продажу, потому что я купила все только 38 размер. Но по факту оказалось, что 38 идеально подходит на 39. Как я говорила раньше, я не люблю ходить на каблуках. В принципе, не умею. Но здесь каблучок очень устойчивый. Он здесь довольно-таки широкий, удобный. В них очень комфортно. Я не знаю, я читала очень много отзывов, что в них не комфортно, что они разваливаются, что это просто какая-то бумага. Если честно, я не знаю, в принципе, что девочкам присылали. Но не знаю. Здесь хорошие, в принципе, это не бумага, это материал. Они очень устойчивые. Они очень легенькие и комфортные на ноге. Поэтому я все-таки решила их оставить себе. Но, в принципе, дальше в процессе носки все будет видно. Цена, за которую я взяла эти ботинки, 99 гривен. На обратной стороне бирки есть цена. Она, конечно, затерта фломастером. Но на свету можно посмотреть. И здесь написано 2500 рублей. Но я считаю, что это довольно-таки неплохая покупочка. И даже если, в принципе, им не хватит на один сезон, в принципе, они себя оправдают. Итак, следующий товар. Это вот такой вот укороченный пиджачок, приталенный, от компании OGIS. Идет он на размер M. В принципе, никаких дефектов нет. Абсолютно он новенький, он классненький. Как вы видите, он с биркой. Значит, здесь указана цена 440 гривен. Я взяла вот намного дешевле. В принципе, это базовый пиджак, который, в принципе, можно одеть под абсолютно любую одежду. Под джинсы, под брюки, под юбки и так далее. К сожалению, ни мне, ни моей дочке не подошел. Поэтому я выставляю эту вещь на продажу. То есть, я не буду ее отсылать. Поэтому, если вам интересно, вы можете пройти в описании по ссылочке. И, в принципе, посмотреть, где его можно купить. Конечно же, выставляю в дешевле официальной цены. Поэтому, как бы, это будет очень выгодная покупка. В любом случае. Итак, идем дальше. У нас вот такие вот шортики от Pull&Bear. В принципе, это базовый гардероб. Потому что джинсовые шорты, я считаю, должны быть абсолютно в каждом шкафу. Потому что это тренд каждого сезона. И они никогда, в принципе, не выходят из моды. Мне понравилось тем, что это не просто шорты. Они еще идут в комплекте с поясом. И покупка эта стоила мне всего лишь 49 гривен. Я считаю, что это очень выгодная покупка. Потому что, на самом деле, они стоят дороже. Почему так дешево? На сайте они, по-моему, идут на размер L, а то XL. Но каким-то чудом они подошли на меня. А я тоже брала их на продажу. Все дненьки рабочие. Все пуговицы на месте. Никаких, в принципе, дефектов нет. Я думаю, что была цена снижена. Именно потому что была вот такая вот лажа с размерной меткой. Так, следующее, что у нас есть. Это вот такой вот детский кардиганчик от Zara Cat. В принципе, ничего в нем такого суперского нет. Обычный кардиганчик. Все на месте. Дыра нет. Пуговицы все на месте. Это где-то идет на 5-6 лет. В принципе, ничего в нем особенного нет. Но стоил он всего лишь, по-моему, около 50 гривен. Но я считаю, что, в принципе, можно купить. Потому что это не так дорого. Если учитывать цены на рынке или в магазинах, это стоит гораздо дороже. А следующее, что я хочу вам показать, это вот такой вот пиджачок от компании BeFree. Он мне очень понравился. Причем давно я его хотела купить, но постоянно не получалось. То ли цена была большая, то ли я просто не успевала его купить, то ли размерная метка была не моя. Ну, короче, в этот раз, не слава богу, повезло. Я его успела купить. Мне он достался за 99 гривен. Оригинальная его цена, сейчас я вам скажу, здесь указано на бирке, первоначально было 1400. Короче, чем-то дальше не вижу. Потом цену снизили до 399 гривен. Ну, и мне он обошелся за 99 гривен. Считаю, что классная покупка и, в принципе, выгодна. За счет того, что он вот так вот интересно выполнен, он не на пуговицах, не на миге, здесь ничего нет. Он подойдет и под платье, и под джинсики, и под брючки. Короче, я думаю, что будет смотреться просто шикарно. Тем более, ткань здесь довольно плотненькая, и она не мнется, как в обычных пиджаках стандартных. И это тоже базовая вещь, которая должна быть, в принципе, в каждом гардеробе. И последняя вещь на сегодня, это вот такой вот тюблигий кардиган часон компании BeFree. По-моему, от Акрил, достался мне тоже за 99 гривен. Изначально его цена была 769 гривен, потом снизились до 389 гривен. В итоге мне достался вот за 99. Это размер XL, он идет размер в размер. На меня он большой, поэтому я сплавила его в своей маме. Я бы его сама носила, молочный цвет мне, в принципе, идет, но он под на меня большой. Итак, это были все покупочки на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. И, в принципе, я думаю, что скоро я успею выложить до отъезда через несколько видео. Если нет, ну тогда заглядывайте в рубрику Моли Ван. Я думаю, что там будет не менее интересное видео. И так, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...